Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по инфляции в США. Да, у нас вчера был отчет по промышленной инфляции, но сегодня все-таки основной индекс потребительских цен, который точно повлияет на будущую и риторику, и фактические действия американского регулятора, касающиеся ключевой процентной ставкой. До выхода данных по инфляции, которые мы ждем традиционно для США в 12.30 по GMT, в 6.00 по GMT прям совсем скоро еще нам будет представлена возможность проанализировать данные по Англии, промышленное производство и показатели по ХВП. Я ожидаю негативные сюрпризы сегодня от британской статистики, что может стать причиной локального снижения фунта. Ну а то, как быстро фунт вернется к уровню 1.20, уже будет зависеть от того, как быстро доллар возобновит восходящую динамику. Давайте обо всем по порядку. Индекс доллара, текущие котировки 105.42. Можно, если округлить, сказать, что текущие значения, в принципе, соответствуют тем же самым уровням, где мы наблюдали индекс доллара в ходе вчерашней торговой сессии. То есть промышленная инфляция, может быть, мы ее несколько переоценили, но не смогла внести какую-то значимую лепту в траекторию движения доллара. Возможно, трейдерам нужны фактические цифры по индексу потребительских цен, как я уже отметил, как основная индикация, опять же, будущих действий американского регулятора. И стоит отметить, конечно же, что за последние полторы недели было очень много комментариев, заявлений, выступлений представителей Федрезерва, тех, кто возглавляют региональные отделения ФРС, тех, кто имеют и обладают правом голоса на собраниях американского регулятора. И сегодня, перед выходом данных по инфляции, хочу сделать вывод следующий, что их риторика на самом деле больше запутала трейдеров, потому что часть из них считают, что нужно соблюсти баланс между чрезмерным ужесточением монетарной политики и недостаточным ужесточением монетарной политики. Но тут нужно понимать, как хотим, собственно, как интерпретировать подобные фразы. Кто-то считает, что нужно повышать процентную ставку, потому что существуют предпосылки для дальнейшего роста инфляции. Я абсолютно поддерживаю и разделяю эту точку зрения, потому что мы видим, что эти предпосылки действительно есть. А если Brent в ближайшие недели снова вернется выше 90 долларов за баррель, то, конечно же, давление на инфляцию будет оказываться значительным в плане ее разгона. И тогда американскому регулятору, так же, как и другим центральным банкам, априори придется активнее бороться с этими вызовами в виде высоких потребительских цен через проведение более жесткой монетарной политики. Есть еще лагерь трейдеров, которые считают, что ставку нужно оставить на тех уровнях, на которых она находится сейчас. Прям совсем незначительный лагерь представителей американского регулятора топит за идеей того, что нужно как можно скорее начать снижать ключевую процентную ставку. В таких условиях очень трудно прийти к какому-то одному знаменателю и понять в итоге, что будет делать американский регулятор. Я советую не копаться в этих заявлениях, в этих фразах и в фактической риторике и самостоятельно делать выводы уже на основании отчетов по инфляции, которые нам представлены. По промышленной инфляции, вчерашние значения, на них нужно сейчас делать акцент, потому что, по сути, мы увидели совершенно не те уровни, которые прогнозировали эксперты. 2,7% в годовом выражении, сравниваясь с прогнозом, 2,3%, рост на 0,4%. Индекс потребительских цен, если опустить базу составляющую, 2,2% против прогноза 1,6%. То есть посмотрите, насколько аналитики и тех, кто пытался спрогнозировать цифры, которые мы реально можем увидеть, оказались неправы. То есть промышленная инфляция выросла гораздо сильнее, чем прогнозировали. И если мы увидели подобные цифры по промышленной инфляции, то, конечно же, есть высокая вероятность того, что мы увидели нечто подобное, когда выйдут сегодня данные по основному индексу потребительских цен. По прогнозам, пока все довольно консервативно и спокойно. Ожидается, что основная инфляция снизится с 3,7% до 3,6%. Базовый индекс потребительских цен скорректируется с 4,3% до 4,1%. Но я думаю, что могут быть такие же сюрпризы, как и вчера после, в момент выхода промышленной инфляции. Поэтому совершенно не удивлюсь, друзья, если сегодня мы будем наблюдать за цифрами по, например, основному индексу потребительских цен не на уровне 3,6%, а где-то в районе 3,8%, 3,9%. И если инфляция покажет восходящую динамику, то тогда большая часть голосующего комитета американского регулятора будет вынуждена признать, что повышение процентной ставки все еще остается в силе. Кстати, протоколы, которые вышли вчера под закрытие торговой сессии, тоже подтвердили, что политика американского регулятора должна оставаться ограничительной в течение длительного периода времени. И большинство представителей ФРС поддержали идею того, что нужно дальше уже зачать политику и поднять ставку еще как минимум на 25 базисных пунктов. Поэтому предлагаю сохранять пока длинные позиции по доллару. Посмотрим затем, как этот инструмент переживет текущую торговую сессию. Если мы увидим, что на фоне растущих рисков по инфляции доллар остается стабильным, то будем искать уже активнее возможности в других инструментах. Золото 1877 долларов за тройскую унцию. Индекс рыночных настроений. Сейчас большинство уже в покупках, точнее, меньшинство в покупках. 37% это уже практически рядом с тем значением, когда мы говорим о сентименте, как об основании принятия торговых решений. Соотношение 30-70 распределения большинства и меньшинства. И есть вероятность, что сегодня-завтра этот перекос может достигнуть этих экстремальных уровней. Десятилетняя облигация США 4,57 доходность снизилась со 4,8%. Если снова вернуться к рыночному сентименту, я предлагаю уже дождаться отчета по инфляции в США сегодня и завтра вернуться к перспективам золота. Если мы поймем, что индекс доллара не смог найти основания для роста, в этом случае точно меньшинство трейдеров останется на стороне покупателей. Значение достигнет 30, может быть, даже меньше. И будем уже принимать решение о покупке рынка драгоценных металлов. Доллар иена 149.11. По-прежнему цель 150 актуальна. Очень много за последние несколько дней слабой статистики из Японии, в частности ВВП. В прошлом месяце, точнее в августе, снизился на 0,6%. Экспорт просил на 4,8%. Банк Японии по-прежнему не подтверждает факт проведенных валютных интервенций. Спекулянты никуда не делись на рынке. И вот это спекулятивное давление все еще сохраняется на пару. Сегодня, если данные по инфляции поддерживают позицию доллара, то точно к концу торговой сессии мы можем легко увидеть повторное тестирование отметки 150, что соответствует нашему целевому ориентиру. Доллар канадец 1.3586. Ориентиры не меняются, ждем дальнейшего снижения. Европейская валюта против доллара 1.0625. По-прежнему экономическая конъюнтура крайне слабая. Индекс потребительских цен в Германии снизился в сентябре с 6,1% до 4,5%. И снижение инфляции может быть еще одним аргументом для Европейского центрального банка более не повышать ключевую процентную ставку. И без роста процентной ставки евро не сможет найти почву для долгосрочной фундаментальной поддержки, прежде всего для себя. По поводу прогнозов. Правительство Германии ожидает рецессию, спад немецкой экономики в этом году на 0,4%. Похожие цифры раньше мы видели на основании опроса экспертов Reuters тоже. Спад был примерно на 0,3%, но 0,4%. Международный валютный фонд тоже ожидает, что падение экономики будет существенным. И, пожалуй, самые худшие цифры были от аналитиков сети. Они прогнозировали снижение экономики Германии из-за значительной просадки промышленного сектора на 0,7%. В общем, я думаю, что Германия так и останется якорем в целом для еврозоны. И не позволит европейской валюте вырасти существенно выше текущих уровней. Британская валюта 1,2316. Ждем данные по промышленному производству и ВВП. Негативные, слабые цифры могут стать причиной повторных распродаж и дальнейшего снижения. И рынок нефти пока что 85,44. Я предлагаю, друзья, понаблюдать за тем, будет ли закрыт гэп, который образовался в начале торговой недели. По сути, торговая сессия прошлой недели, пятницы, была закрыта на отметке 84,40. И рынок почти сделал вот эту цель, если преследовал задачу перекрытия гэп. Но мы следим, так же, как и все участники рынка за арабо-израильским конфликтом. И, конечно же, ухудшение новостного фона снова в любой момент может вернуть на рынок опасения, связанные с перебоями поставок. Поэтому недооценивайте, друзья, ни в коем случае, не нужно недооценивать, опять же, потенциал роста рынка именно черного золота, бренда и WTI. Когда? На новостном фоне такие события, как мы обсуждаем сейчас. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Продолжение следует...